МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого городского служба новостей в студии Виолетта Гришина. Я и мои коллеги расскажем вам о событиях четверга, 12 апреля. Смотрите в ближайшие минуты. Устроиться на работу, словно пройти 9 кругов ада. Почему безработица в Калининграде не сбавляет оборотов? Лет 200 пока будет забор. Наверное, этот знак будет присутствовать. Печать Соломона на заборе Соломона Гейнсбурга. Вандалы нарисовали древний символ рядом с домом калининградского депутата. По течении какого-то периода времени могут их просто удалить. Два года жизни в полной темноте 23-летняя калининградка потеряла зрение и нуждается в срочной операции. Конечно, хочется безумно сейчас встать, подбежать в зеркало, посмотреть, что же нам нарисовали. Вместо стены женское тело. Профессиональные художники по граффити показали, что и боди-арт может стать частью хитров культуры. Теперь подробнее. Как устроиться на работу без трудностей? По статистике, именно весной уровень безработицы снижается. Компания ищет новых сотрудников, и в среднем на одного человека приходится две вакансии. Но калининградцы все равно сталкиваются с проблемой трудоустройства. Несколько собеседований, проверка службы безопасности и даже детектор лжи. И пройти эти круги обработки данных удается далеко не всем. В поисках работы Екатерина Потапова обошла не одну организацию. Она студентка, учится на заочном отделении. Как говорит, на одну стипендию не проживешь. С прошлой работы ушла в конце 2011 года. Но найти новую оказалось сложнее, чем думала. Почти во всех организациях проходит по несколько собеседований. Акцентирует внимание менеджер по подбору персонала? Первое. Не на ваши профессиональные знания, а на то, насколько вы адекватно себя ведете. Насколько ваше адекватное поведение, ваш внешний вид, то, насколько вы умеете грамотно излагать свои мысли. Ваши данные передаются в службу безопасности для проверки. То есть мы наводим о вас справки, получаем рекомендации. И если служба безопасности дает добро, то мы приглашаем вас для следующего собеседования руководителя отдела или вашего непосредственного начальника. Предлагают пройти и практическое задание. Например, на позицию менеджера соискателям предлагают мониторинг работников. И буквально доказать, что вы хотите и можете там работать. Пробовала и Катерина, но безрезультатно. Я отправляю свое резюме непосредственно работодателям, но оставляя даже свой номер, мне не перезванивает, хотя уже во много места я отправляла резюме. Довольно-таки корректно составлено. Чтобы руководитель заинтересовался потенциальным работником, лучше подготовиться заранее. И резюме – это чуть ли не основной документ. По нему менеджер по персоналу решит, насколько вы подходите на ту или иную должность. О всех тонкостях и секретах этого документа знают в кадровых агентствах. Там уверены, правильное составление резюме – это уже половина успеха. Специально готовят неприятные вопросы, чтобы посмотреть вашу стрессоустойчивость, как вы реагируете на окрик руководителя, как вы быстро схватываете суть, насколько вы внимательны при перекрестных вопросах. Язык жестов по нему тоже оценивают. Волнение нужно перебороть, иначе собеседование не пройдет успешно. Перед тем, как устроиться, лучше изучить работу компании и подготовиться к проверкам. В банках и крупных организациях иногда, помимо собеседований, будущие работники проходят настоящую проверку на обман. Вот отбор главного бухгалтера. Проверяли ее на склонность к воровству и наличие воровства. Вот видите, как шкала придет. Если у вас левый доход, вот две шкалы показывают. Сказал неправду. Работу можно найти не только по объявлению. Для этого калининградским безработным нужно встать на учет в центр занятости. Пока ищут работу, платят пособие. До 5000 рублей в месяц. По словам специалистов, ситуация с местами улучшилась. Вот только работодатель стал более разборчивым. Сейчас, наверное, все-таки упор делается на профессионализм. Все-таки образование и стаж работы больше учитывается. Раньше работодатели смотрели на более молодых специалистов. Тогда они помоложе, посимпатичнее. А сейчас нет. Все-таки приветствуется опыт. По статистике, с начала года уровень безработицы снизился. Сейчас в поиске работы официально находятся почти 2000 калининградцев. 5000 вакансий предоставляет центр занятости. По нетрудным подсчетам, на одного человека приходится как минимум два места. Но самые популярные – рабочие специальности – строители, маляры и грузчики. Так, если искать каменщика, на 470 свободных мест есть только два специалиста. Врачей в нашем городе требуется более 200, а претендентов в принципе нет. Не лучше обстоят дела и с другими профессиями. Требуются 62 повара, 42 воспитателя. А претендентов в разы меньше. Только спрос на официантов во много меньше предложения. Так же, как и на бухгалтеров. Требуются и специалисты высокого профиля. На них всегда большой спрос. Но в результате отбирают лучших. Для Екатерины Потаповой советы специалистов не прошли даром. Она уже начала готовиться к следующему собеседованию. И первым шагом, как и требуется, заполнила свою визитную карточку. Резюме. Полина Степанюк, Ирина Слуцкер, Служба новостей Город. И в продолжение темы безработицы. Мы спросили у калининградцев, каких трудов им стоило устроиться на нынешнее место работы. Так сложно на самом деле сейчас найти работу. Проходится масса собеседований. Работодатели требуют очень многих знаний и навыков. Сейчас найти работу – это сложная задача. Я вообще сама на себя работаю. Но вы своих работников, как вы проверяете, сколько собеседований они проходят? Собеседований обычно на доверие. Получилось познакомство, а потом через месяц я убедился, что подхожу. Ну и получилось. К другим темам. Полицейские будут следить за своими коллегами. Совет при президенте России по правам человека предложил создать новое подразделение в полиции. Оно должно заниматься расследованием преступлений среди стражей порядка. После происшествия в Черняховске такое нововведение в Калининградской области станет актуальным. Напомним, несколько сотрудников полиции в прямом смысле слова пытались выбить признание из подозреваемого в угоне машины. Они привезли мужчину на пустырь, заковали в наручники и избили. После этого ЧП начальник областного МВД уволил пятерых сотрудников. Следственный комитет возбудил уголовное дело в их отношении. Когда заработает новое спецподразделение, пока неизвестно. Проект еще не утвержден. Его окончательный вариант представят в конце апреля. Печать Соломона на заборе Соломона Гинзбурга. Вандалы в ночь на четверг разрисовали ограждение у дома калининградского депутата. Что именно решили изобразить хулиганы и не перепутали ли адрес, выясняла наша съемочная группа. Этот знак называют звездой Давида или печатью царя Соломона. В наши дни шестиконечная звезда изображена на флаге Израиля. Поэтому, когда символ появился на соседском заборе депутата областной думы, Соломон Гинзбург не стал сомневаться, что послание посвящено именно ему. А хулиганы просто перепутали заборы. И они, видимо, знак присутствия перепутав поставили на его заборе, но уже намертво. Я думаю, что лет 200 пока будет забор. Наверное, этот знак будет присутствовать, потому что там, как вы видели, поработали от души. Шестиконечная звезда. Подавать заявление в полицию депутат не собирается. Да и относится он к этой ситуации как к комической. Подобные рисунки здесь появляются не в первый раз. По словам Соломона Гинзбурга, обострение у вандалов обычно начинается перед выборами. Разжигать национальную рознь, антисемитизм, ксенофобию, я думаю, что у нас это не прокатит. Здесь живут здравые люди, поэтому пусть этот знак всегда снится его исполнителям. Отметим, что владельцем изрисованного забора оказался представитель Министерства иностранных дел Сергей Викторович Безбрежнев. Его мнение по поводу рисунка мы услышать не смогли. Владелец ограды сейчас в командировке. Илья Ишутин, Дмитрий Суворов, Дмитрий Сметанин, Служба новостей город. Мы уже рассказывали об истории 23-летней Кати Андроновой. Несколько лет назад Катя полностью лишилась зрения. Медики настаивают на скорейшей операции, иначе девушка может остаться вообще без глаз. Кате срочно нужны деньги на дорогостоящую операцию. За консультацию она даже летала в Москву. Столичные медики заявили сразу, врачей, готовых взяться за подобную операцию, в России нет. Ее могут сделать только за рубежом. Доктор, способный вернуть зрение Кати, нашелся в Израиле. И начинать лечение необходимо в ближайшее время. У него пока еще живые, как говорят врачи, что живые глаза. Просто по течении какого-то периода времени могут их просто удалить. Стоимость операции 11 тысяч долларов. У родителей такой суммы просто нет. Мама завела счет в Сбербанке с надеждой, что кто-то из калининградцев откликнется на их беду. Если у вас есть возможность помочь Кате, банковские реквизиты вы сейчас видите на своих экранах. Также все подробности вы можете узнать по телефону редакции 919404. Альбом с таким названием записывается сейчас в областной филармонии. Работа над ним идет исключительно в ночные часы. Именно в это время суток можно добиться абсолютно тишины. Зато на концерте зрители аплодируют стоя. Тандем у Хирока Иноуэ и Вероники Кожухаровой. Настолько покорило их звучание органа и саксофона. Какие еще сюрпризы ждут фанатов после выхода альбома, узнала наша съемочная группа. Этому Либертан, Гастера, Пьет Соло зрители на последнем концерте в областной филармонии аплодировали стоя. Паре, которая его исполняла, пришлось снова выйти на сцену и сыграть на бис. А скоро поклонники смогут услышать любимый дуэт и на диске. Наша органистка Хирока Иноуэ и столичная саксофонистка Вероника Кожухарова сейчас как раз записывают свой первый совместный альбом. Ради него музыкантам пришлось перейти на ночной график работы с 9 вечера и до 4 утра. Только так можно добиться абсолютной тишины. Может быть, это еще из-за одних моментов, почему выбран Калининград. Потому что в Москве, наверное, даже ночью в центре города, даже если толстые стены, то будет шум, какие-то помехи, сирены и так далее. Идеальной для записи диска подошла и акустика нашего органового зала. Не меньше вдохновляет столичную гостью и само здание старины немецкой кирхи. Так как органный зал совмещен с филармонией, то, естественно, почти все залы все время заполнены. Именно в стенах этого здания родился их творческий тандем и соединил два абсолютно разных инструмента. Один появился на свет еще до нашей эры, другой впервые зазвучал уже в 19 веке. И вот это сочетание старинной и современности, мне кажется, открывает бесконечный экран, который всем очень интересен. И мне самой очень интересно. Их дуэт идеален не только по своему звучанию. Крепость любого союза измеряется длиной комплиментов. Первый раз, это было, по-моему, два года назад, когда она меня абсолютно сразилась с тем, что вдруг на репетиции она стала играть поля шмеля на органе. Что вообще в жизни я вообще не слышала, ну, то есть на любых инструментах я слышала, но не только на органе. Я считаю, что Вероника все же с саксофоном родилась. Это ее все, существо, душа. К первому их совместному альбому будет прилагаться и видео. Съемки проходят тоже в Калининграде. Режиссер Николай Карпов старается запечатлеть самые яркие моменты, чтобы потом картинка удачно дополняла красивое звучание. Мария Постникова, Дмитрий Сметанин, Служба новостей город. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после которой вы увидите. Доза Ледоградска по новым путям. Как ремонт рельсов помешает калининградцам добираться до побережья. Цветное меняем на серое. Главный санитарный врач России предлагает бороться с курением новыми способами. Конечно, хочется вот безумно сейчас встать, подбежать в зеркало, посмотреть, что же на меня веселали. Вместо стены женское тело. Профессиональные художники по граффити показали, что и гидиат может стать частью хип-хоп-культуры. Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. В эфире Служба новостей города и мы продолжаем. На Калининградской железной дороге начался ремонт. В этом году должны восстановить 45 километров пути. Причем 30 из них приведут в порядок капитально. Ремонтировать железнодорожные пути будут все лето. Работы будут вестись преимущественно ночью. Конечно, если рабочие не будут успевать, приводить в порядок рельсы придется и днем. Руководство железной дороги уверяет, что на движение поездов ремонт скажется не сильно. Вот для пассажиров, я говорю, они даже не заменят. Только будут видеть, что оранжевые жилетки будут за окном мелькать и все. Правда, возможно увеличение времени пути электричек в КЖД, говорят, не больше нескольких минут. Такие задержки возможны на железнодорожных станциях в Зеленоградске, Калининграде, Кутузово, Рябиновке, Знаменске, Междуречье, Озерках и поселке Луговое. Каждому пятому калининградцу предлагают решить любую проблему за деньги. А в калининградском зоопарке придумывают имена для маленького топира и тюленя. Подробнее об этих новостях и другие в нашей постоянной рубрике короткой строкой. Больше половины жителей Калининграда получают предложение дать взятку. Такие данные обнародовал социологический центр. Ситуация в области чуть лучше. Там заплатить за решение вопроса предлагают 24% населения. В сельских районах еще меньше. Самым же коррумпированным городом региона считается областной центр. А чиновники из правительства уверяют, что в России дать взятку предлагают каждому второму жителю. Одно из мест в здании на Донсково-1 скоро будет вакантным. Министр здравоохранения собирается покинуть свой пост. Отставку связывают с тем, что у Александра Выговского возникли сложности в реализации федеральной программы, а также конфликты в правительстве. Сейчас он находится в отпуске и есть информация, что министр уже покинул съемную квартиру в Калининграде. Прокомментировать ситуацию в самом правительстве готовы только на следующей неделе. 200 полицейских будут следить за порядком на Пасху. Стражи обещают выставить у каждого храма города и области. А все места празднования должны обследовать кинологи и взрывотехники. В этом заверили в региональном управлении МВД. Также полиция проверит излотных нарушителей правил хранения оружия и проведет с ними профилактические беседы. Убрать картинки с табачных пачек предложил главный санитарный врач Геннадий Онищенко. Это очередная мера по борьбе с курением. Напомним, что ранее он предлагал повысить акцизы на табак, запретить курение в общественных местах и даже увольнять людей, не готовых отказаться от вредной привычки. В этом вопросе Онищенко опирается на зарубежный опыт. К примеру, Австралия первая отказалась от брендинга сигаретных упаковок и вела единый цвет для всех табачных торговых марок. В Калининградском зоопарке выбирают имена для тапиренка и тюлененка. Они родились в марте. Принять участие в акции «Я дарую тебе имя» смогут все желающие. Ящики для голосования находятся в павильоне «Тропические животные» и у вольера серых балтийских тюленей. Предложение принимается до 27 апреля. Напомним, что победителя ждет сертификат родителя и именной годовой абонемент в зоопарк. Курс валют на 13 апреля. Доллар США – 29,25 рубля, евро – 38,85 рубля, литовский лит – 11,25 рубля, польский злотый – 9,30 рубля. Тело как холст, а боди-арт как способ выразить себя. В Калининграде стартовал проект «Хип-хоп-гелл». Чтобы попасть в него, девушкам пришлось пройти интернет-кастинг. Оценивались и учитывались не только внешние данные и модельные параметры, но и главное – желание покреативить. До каких полотен довела жажда творчества и каково это быть живой картинкой. Наша съемочная группа запечатлила процесс, а заодно и узнала, что такое хип-хоп-революция по-калининградски. Подробнее далее. Ну что, девчонки, как настроение? Отлично! Как красиво! Вместо улицы фотостудия, а стены художникам по граффити заменили живые полотна. Ощущения от такой нательной живописи в эти минуты переполняют и самих девушек. Она мне рисует в принципе первый раз. И конечно хочется безумно сейчас встать, подбежать в зеркало, посмотреть, что же она мне нарисовала. И творцов. У Дмитрия Мосина сегодня-то тоже в первый раз. Раньше рисовать на полуобнаженной натуре не приходилось. А холсты сегодня все как на подбор. Рост выше 170 сантиметров и параметры идеальнее, чем 90-60-90. Ну это да, это влияет, конечно, но у меня все-таки есть девушка. Поэтому не обращаемся сильно внимания. Больше всего соблазнов пришлось пережить авторам проекта «Хип-хоп-гёрл», когда они дали в одной из социальных сетей клич, что требуется девушке для необычного боди-арта. Желающих поучаствовать в интернет-кастинге оказалось много. Но в финал попали только пять. Они сильнее других захотели поэкспериментировать. Модели очень хорошо отреагировали на наши предложения. Это очень прикольно, интересно, во-первых. Ну и тут к хип-хопу все относятся нормально. То есть это не в 90-х. В 90-х его не очень воспринимали, то есть воспринимали как грязную уличную культуру. Хоть сюжет на этих живых картинах, та же улица и девушка, танцующая хип-хоп, но фон для полотен должен быть совсем другим. Ну, естественно, не в повседневной жизни. Это, прежде всего, для фотографий каких-то и также, естественно, для фото. К фотосессии девушек сегодня готовили не один час. В среднем три уходят на написание только одной картины. Вместо красок художники использовали пищевые фломастеры. Ну, его мочить можно будет, но если больше мочить, то быстрее сойдет. Чтобы увековечить красоту хип-хопа, авторы проекта организовали фотосессию. А параллельно еще и снимали клип. И это еще не все сюрпризы. Вечер только начинается. Кульминацией сегодняшней хип-хоп-революции станет презентация разрисованных моделей в одном из ночных клубов города. Кстати, туда девушек по всем законам жанра доставят черный лимузин. Мария Постникова, Дмитрий Сметанин, Служба новостей город. И по традиции, в конце выпуска опрос. Наша съемочная группа вновь вышла на улицы города и спросила у калининградцев, какие у вас хорошие новости. Вот у них приехал. Мне такая погода нравится. Я буду подушать. Ходил в магазин, купил и вот кое-что. Все. Парси. Внук собирается в школу. Мы были в канцелярских товарах. Мы купили ручки, тетрадки для того, чтобы летом подготовиться. Мы с вами творожное печенье будем делать. Погода все и хорошая. В Пасхе мы готовимся. Я обязательно кулич пеку. А вот ходим, кстати, дрожжи ищем. Живые, которые называются. Солнышко. В основном все хорошее. Я только счастлива, что сын нашел работу. На этом все. Если вам есть что рассказать городу или вы стали очевидцем интересных событий, звоните к нам в редакцию по телефону 919404 или пишите на наш электронный адрес канал1собакамейл.ру. Ну и мы напоминаем, что все новости выпуска дублируются на нашем сайте 1городской.ру. В студии была Виолетта Гришина. Всего доброго и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова